Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Сегодня у нас в гостях Олег Димони, уполномоченный по правам человека в Вологодской области. Добрый вечер, Олег Анатольевич. Добрый вечер. Олег Анатольевич, ну всё-таки вот чем занимается уполномоченный по правам человека в Вологодской области? Ну, как и все уполномоченные и в нашей стране, и в других странах мира, мы защищаем права человека. Причём, вот интересно, что в разных странах они называются по-разному, там, омбудсман, в Швеции, например, там, где и появился этот институт с самого начала, там, народный адвокат, там, в Восточной Европе, уполномоченный в странах СНГ, да, по правам человека, мы не подменяем ни в чём государство. Его правоохранительные органы, ну, в частности, прокуратуру, например, мы служим, как бы дополняем существующую систему защиты людей. К нам обращаются только те люди, которые уже прошли все, все, что называются муки ада, да, то есть, например, проиграли все судебные процессы, или вели административную, ну, в административном порядке вели переписку, там, начиная от главы сельского поселения до Владимира Владимировича Путина, да, и нигде они не нашли своей помощи и поддержки. Вот только такие люди могут обращаться к уполномоченному, а мы, как бы, выступаем посредниками между государством, да, в лице различных чиновников, в лице различных органов, ну, и самим человеком, или группой граждан. По сути-то, мы служим для того, чтобы еще раз посмотреть, можно ли исправить вот ту ситуацию, если действительно понимаем, что права человека нарушены. Мы садим человека и государство за стол переговоров, ну, и достигаем результата. Это нечасто бывает. Почему? Потому что вот по такой вот неофициальной статистике, где-то удается в России, вот мне и моим коллегам в других регионах нашей страны помогать только каждому десятому, привлекая там прокуратуру, напрягая органы власти, местного самоуправления, боремся с отписками чиновников. Вот, например, недавно Олег Александрович Кувшинников, наш губернатор, попросил у меня собрать за прошлый год все отписки чиновников, я ему отдал эту небольшую, но пачку. Мы договорились о том, что будут приниматься жесткие кадровые решения губернаторам в отношении тех чиновников, которые занимаются отписками, вместо того, чтобы давать гражданам развернутый, нормальный, объективный ответ. Ведь конфликт человека и государства начинается с обычной чиновничьей отписки, да, что-то человек пытался защитить свои права, обратился к кому-то, там, в правоохранительные структуры, значит, в органы местного самоуправления, в правительство, например, область, и получил отписку. И вот начинается. Некоторые конфликты идут, ну, длятся годами. И вот такие люди приходят к уполномоченному или к моим специалистам. Мы смотрим еще раз, как человеку можно помочь. Ну и действительно, реальную помощь получают люди. Вы уже сколько занимаетесь этот пост? Вы первый уполномоченный? Да, я уполномоченный, который был назначен на эту должность первым. Это произошло 27 февраля позапрошлого, 2013 года. Ну, то есть уже есть какая-то и статистика. Вот расскажите, сколько к вам обращаются? Уже вы сказали, что каждому десятому вы помогаете. Но тем не менее, и с чем обращаются? С какими? Ну, количество обращений растет. Но это не только в Вологодской области. Это во всех территориях, наверное, Российской Федерации, где впервые появляется вот этот очень интересный институт, институт уполномоченного по правам человека. Статистика обращений растет. Вот если в позапрошлом, 2013 году, ну вот за вот эти, за 10 месяцев, к нам обратилось 1200 человек, то сейчас это 1500 обращений. Вот, например, в прошлом году только на личный прием ко мне записалось и пришло 416 человек. Это очень много. Более того, около половины, даже больше, чем половина этих граждан обратилась ко мне либо в Череповце, я здесь тоже веду прием, где-то приблизительно раз в месяц, либо в сельских районах нашей области. То есть ту задачу, которую ставил передо мной губернатор, это просто быть ближе к людям, да. Я считаю, что выполняю. Почему? Потому что вот в прошлом году нам удалось создать общественные приемные во всех без исключения муниципальных образованиях нашей области. Имеется в виду сельские районы и город Череповец. Ну, а в Вологде расположена наша штаб-квартира, поэтому там пока общественной приемной нет. Но мы уже начали диалог с главой города Вологды, Евгением Борисовичем Шулеповым, с тем, чтобы в каждом микрорайоне у меня были вот такие вот общественные приемные. То есть люди обращаются, которые уже потеряли надежду на восстановление их прав. Ну и некоторым из них удается помогать. С какими вопросами? На что жалуются больше всего? Прежде всего, это, конечно, вопросы предоставления жилья и жилищно-коммунальных услуг. Это огромный пласт тех проблем, которые перед нами ставят граждане. Ставят они и перед органами местного самоправления, и правительством области, и правительством Российской Федерации. Но имеется в виду, это неисполнение решений судов по предоставлению жилья. Ну, например, это дети-сироты, да, или, скажем так, это вопрос уже решается на уровне государства, то есть области Российской Федерации, да. Именно там формируется эта очередь, предоставляются средства и так далее. Либо муниципального жилья, это тоже ряд категорий населения, например, там, где инвалиды, ну и так далее. Малообеспеченные семьи, ветхое и аварийное жилье, там, где есть решение суда. И вот мы с помощью прокуратуры, судебных приставов, ну, в хорошем смысле этого слова, давлю на глав, для того, чтобы они занимались решением этой проблемы. А проблема очень и очень серьезная, она не только для нашего региона, для всей Российской Федерации. Законодательство обязывает, да, муниципалитет предоставить, например, жилье в таком-то, в таком-то случае. Но у органов местного самоуправления нет и средств на то, чтобы решить все эти проблемы. Поэтому, ну, тут ситуация такая, очень печальная. На второе место, конечно же, и в 2013, и в 2014 году, это выходили вопросы социальной защиты населения, пенсионного обеспечения. На третьем месте у нас это вопросы, связанные с нарушением прав граждан, которые находятся у нас в местах лишения свободы. У нас 13 подобных учреждений по закрытого типа, по области. Ну, и они активно обращаются в защиту своих прав на условия содержания, на условия медицинского обслуживания. Поэтому часто езжу по исправительным колониям, по следственным зарядам. Сегодня, например, в Череповце, вот как раз по жалобам из следственного изолятора, был там, пытался решить эти проблемы. Скорее всего, придется привлекать к этому делу прокуратуру области. То есть спектр проблем, который, ну, скажем так, должен решать уполномоченный, он очень и очень большой. Ну, и уже в дальнейшем это жалобы на действия сотрудников органов внутренних дел, это трудовые вопросы, земельные отношения. То есть, ну, серьезные такие вопросы, которые волнуют людей. Ну, а вообще, как вот люди приходят, и как вы им отказываете, не отказываете? Ведь вы же сейчас только что сказали, что это, ну, самая последняя инстанция. Как определить, что я вот уже с этим к вам идти или... Нет, конечно же, хоть сто раз сказать, хоть по телеэкрану, скажем так, хоть в газетах обратиться к населению, что вы не ходите ко мне, это все равно бессмысленно и бесполезно. Обращаются и те, кто вот, ну, что называется первичное обращение. То есть, первый раз человек пришел, ты уполномоченный по праву человека, ты давай решай мою проблему. Нет, если это первичное обращение, мы, конечно же, перенаправляем гражданина. Ну, например, да, эту проблему может решить, там, мэрия Череповца. Пожалуйста, вот решай сначала с ней, да. Эту проблему может решить только департамент социальной защиты населения. Пожалуйста, значит, созваниваемся с чиновниками, значит, записываем на прием. Мы, ну, помогаем человеку решить эту проблему. Но, вот, конечно же, обязательно, если целый день ведешь прием, да, то два-три гражданина, они обратились по теме. Вот именно к тому человеку, к которому они и должны были обратиться. Это, как правило, приносит с собой целую пачку ксерокупий различных там переписки, и так далее, тут отписок чиновников или решение суда. Конечно, ни один выполномоченный не в нашей стране, ни в других странах мира не может повлиять на решение суда. Но решения суда бывают разные. Иногда вот мы замечаем, что рядом с человеком просто... Человек судится уже там несколько лет, да, и ведет конфликт с государством. Рядом с ним просто не стоял тот человек, который мог бы подсказать, слушай, ты неправильно даже из кого это заявление написал. То есть несколько лет человек бился в стенку, вот ему подскажешь просто путь нормальный для решения проблемы, ну, а потом, конечно, уже от него зависит. Он сможет еще раз пройти вот этот небольшой, но все-таки путь или нет. То есть форматы бывают разные? Конечно, конечно, конечно. То есть это не обязательно... Прежде всего, это вот такая правовая помощь, правовое просвещение граждан. К сожалению, вот правовое просвещение граждан, вот этот вопрос для нашей области, как и для других регионов России, он очень-очень стоит, очень принципиально. Почему вот я, недавно выступая на заседании правительства Логоцкой области, а потом на коллегии законодательного собрания, говорил о том, что нам необходимо принять на уровне области государственную программу правового просвещения граждан, где бы объединить все усилия, да, и органов власти, и органов местного самоуправления, СМИ, правоохранительных органов, ну, которые федеральные, для того, чтобы, ну, у нас не осталось в области через несколько лет тех людей, которые бы даже не знали, к кому обратиться. Ну, условно говоря, если у кого-то в деревне засорился колодец, писать президенту нашей страны бессмысленно, да, то есть, понятно, глава сельского поселения, он должен эту проблему помочь решить. А то вот эта вот переписка, значит, между различными ветвями власти, ну, она приводит к тому, что, ну, просто тратится огромное количество бумаги и огромное количество рабочего времени тех служащих, которые должны заниматься другим делом. То есть, получается, что и органы государственной власти сейчас занимаются вот этим просвещением, вынуждены заниматься, да, потому что они получают вот это. И вот когда, ну, скажем так, иногда у нас в стране возникает вопрос, вот, готовим юристов, там, сколько можно, там, и прочее, прочее. Я вот уже работая в этой должности, да, служа государству, я уже понимаю это немножко по-другому. Я бы вообще, ну, конечно, это абсурдно, но вообще бы первым базовым образованием для нашей страны считал юридическое, а потом уже все остальное. Вот мне бы очень хотелось, чтобы государство предметно занялось правовым просвещением граждан. Ну, и уполномоченные здесь могут быть проводники. А мы встроены в эту систему, да, встроены, и правовое это просвещение граждан мы ведем и во время приемов, значит, организуя вместе с департаментом образования или с вузами, например, конкурсы, да, среди студентов, среди учащихся, вот именно правовые вот такие вот конкурсы, посвященные правам человека. Если составлять к вам обращение, если к вам обращаться, то как? Что нужно для этого? Там прием, собрать всю переписку или еще что-то? Вот если есть конкретный вопрос. Ну, во-первых, у меня в каждом райцентре и в городе Череповце, что естественно, есть твои общественные помощники. И лучше всего обращаться, конечно, к ним, да, вот если, например, ну, если говорить об Усюженском, в частности, районе, да, узнали, кто общественный помощник, обратились. Мои общественные помощники ведут в каждом районе и в городе Череповце, ну, первичные такие приемы граждан, где вот как раз и гражданину разъясняется, да, по адресу ли он обращается и может быть действительно, значит, это дело вообще прокуратуры, например, да, это дело мэрии там, ну и так далее. Значит, они-то как раз и советуют и помогают приложить к сирокопии, да, там, решение судов, там, переписки, значит, со всеми чиновниками вплоть, ну, условно говоря, вплоть до Обамы, там, ну и так далее и тому подобное. Правильно составить обращение. Оно, конечно, пишется в произвольной форме, но там должно быть все четко написано в жалобе, да, на действия, например, чиновников. Кто, когда нарушил ваши права, там, ну и так далее. Предложите всю переписку, обязательно поставьте свою подпись и дату. Вот это и есть настоящее обращение или жалоба на действия чиновников. Ну, конечно, к нам можно обращаться и с помощью интернета, и по электронной почте, там, но это уже не будет жалобой, мы не считаем ее жалобой. Это просто обращение, ну, по федеральному законодательству мы обязаны давать каждому гражданину. Но занимаемся мы только помощью тем людям, которые действительно нуждаются нашей помощи. Некоторые обращения мы перенаправляем, например, там, ну, в департамент социальной защиты населения, или в департамент здравоохранения, или в государственную жилищную инспекцию, если это вопрос касается тарифов, например, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но действительно очень многое нам приходится перенаправлять в областную прокуратуру для того, чтобы они сделали проверку, да, и действительно вынесли свой вердикт. Виновен человек, невиновен, значит, как с ним поступили. Очень много обращений по неоткрытию, например, уголовных дел, по отказам, да. Значит, но ведь у человека, когда нарушены права, первым, кому он, прежде всего, обращается, к полицейскому, да. Вот он, вот он участковый, он где-то рядом. Вот, но далеко не всегда, вот, они получают вот такую конкретную помощь. На которую рассчитывают. На которую рассчитывают. И с помощью руководства областного управления внутренних дел, с помощью прокуратуры мы, конечно, таких людей ставим на место. Череповцы, куда звонить, куда идти? Столевара, 42, телефон 570645. Общественным помощником по городу Череповцу является Светлана Ивановна Посельская. 570645, звоните, записывайтесь на прием. Если будет, ну, скажем так, много желающих, пожалуйста, буду приезжать хоть раз в неделю для того, чтобы череповчане не ездили в Вологду, ну, по понятным причинам. Ну, и я думаю, что это удобно и для жителей западных районов области. Вот 570645, это телефон общественного помощника, уполномоченного по правам человека в Вологодской области. Олег Димонин, сегодня у нас был первый раз, я надеюсь, что не последний. Приезжайте и отвечайте на вопросы. Обязательно. Череповчан. А это была программа «Перекресток». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова